Всё, понеслась. Я боюсь представить, что будет в Дискорде, если всех вас туда засунуть. За последние две недели тысяча человек вступило в батлнете в клан Зерк ТВ. Если вот эта тысяча человек зайдёт в Дискорд, а если сверху придёт ещё тысяча, это что ж произойдёт тогда? Я честно не представляю, как мы будем это модерировать. Мне уже жалко модераторов. Открыт набор модераторов. Будет. О, довол. Отличный выбор. О, чё-то немецкое. Нормально. Пафыба. Будет вообще адовый спам. Его ещё настраивать надо немало. Разбить на уровне доступа. Посмотрим. Будет весело. СМ. В первую очередь в Старкарте нельзя серьёзно относиться к своему уровню игры. Самое простое, это попытаться исправить ошибки, которые ты можешь найти, или о которых ты можешь спросить меня. Этого уже достаточно. Так, это ученик, это зрители. Телебро. Дук залагал, я открыл статистику, 25% жрёт. Это просто у тебя Windows 10, чувак. У меня Skype жрёт, я не знаю, сколько процентов. Windows 7 не показывает процентное соотношение. Он жрёт 30 мегабайт оператива. У меня сейчас с запущенными двумя браузерами, вот, всего лишь 7 гигов. Санято. Со Старкрафтом, со стримом. То есть, мне норм. Ассасин Свет прислал 30 рублей. Зер, когда моя очередь? Просто я хочу показать свои ошибки, аха, как исправил. Ну и приобрёл другие. Живая очередь, ребята, живая. Сколько там народ на канале? Так, Бэтбой. Можешь ливать. Бакин Сан. Так, Бакин Сан, не помню. Коин. Может ливать. Белконг в север может ливать. Сова может ливать. Я могу ливать. Половина, почти половина учеников уже отыграло. Почти половина. Пул дед он пришёл. Сейчас, подожди. Бывает такое, что... Чё-то подключивает иногда. Орион 523 прислал 50 рублей. Играю протосами. Не люблю строить воздух от слова совсем. Но протосейки вынуждают. Ибо почти всегда выходит в масс воздух. Грущу. Это частая проблема, наверное, у которого проблемы с воздухом протоса. Так, пустишь играть со своими учениками. Ребят, я повторяю сороковой раз. Поток людей живой. Абсолютно живой. Я выбираю рандомного ученика и ставлю против рандомного зрителя, подходящего ему по лиге. Все ваши просьбы «возьми меня» они не работают. Потому что поток живой. Будет день, когда вы будете играть исключительно... Будут играть чисто донатеры. Вот чистый день для донатеров будет. И тогда все ваши фразы типа «возьми меня» они тоже не будут работать. Потому что донатеров будет, допустим, там человек 20. И вы можете быть, например, там 17, 15, 5, 6. И все равно поток будет живой. Можно, конечно, упороться и сделать что-то порядка... Ну, что-то типа... Ой, как это назвать-то? Ну, я даже не знаю. Заранее записаться точно не получится. Можно сделать очередь. Типа, кто раньше задонатил в день донатеров, тот и играет. Последовательно. Аукцион на игру? Не, ну это совсем жестко. Полдед написал «Спасибо за резню вчера». Кстати, если вчера... А, если будет встреча в апреле, можно на конец месяца поставить. А то я в Исландии уезжаю на 10 дней. Удачи в твоих начинаниях. Спасибо, Полдед. В апреле со встречами сложно, потому что все выходные до конца апреля расписаны. И на следующей неделе вы узнаете, чем расписаны все выходные на апрель. На следующей неделе. В первую половину недели. Ну, короче, в понедельник, во вторник, да, вы узнаете, почему все следующие выходные апреля забиты. Так что в апреле встречи не будет. В мае, наверное, будет. Я очень хочу, чтобы все в вас играли. Мне безумно интересно это, но я не могу всем это разрешить. Чисто физически, потому что одна игра идет минут 10-15. А бывает и больше. Как музыку в старике поменять? Понятия не имею. Бывает такое, что ты включаешь ее... Там, через Ctrl-M. А она вообще не включается. И ты сидишь в тишине и ждешь. Сказать, как она работает. Могли бы просто хоткей сделать следующий трек. Да, и в апреле также я расскажу, на что я коплю. Я расскажу, чем заняты будут все выходные в течение апреля. Я расскажу, что мы планируем сделать в ближайшее время. Кстати, обращаю ваше внимание. Помните этого парня из серебра, да? Вот он. Контроль карты вот этого парня из серебра. Собака на третьей базе. Оверворд на входе. Собака на четвертой базе. Оверворд подлетает к базе противника. Овер летит в сторону Зоунаги. Овер на центре карты контролит камни. Еще один овер контролит камни. Мой ученик. На базе стоит спорка. Здесь стоит спорка. Здесь стоит спорка. На всех газилках работает ровное количество рабочих. Без перебора и недобора. У парня двигается крип. Он в серебре! Вы понимаете? В серебре, парень. В серебре. Я уже говорил, что он в серебре. Мам, он в серебре. А вы так умеете в серебре? Я нет. Контроль карты у парня реально от бога. Просто от бога. И он ресурсы, кстати, успевает тратить. При том, что у него три нычки практически полностью раскаченные. Не хватает четыре раба здесь и по три здесь. Он в серебре, ребят. Самый жесткий косяк он забыл скорость врачам. Это правда жесткий косяк. Потому что он играет в тараканов. Переходит в гидру. И он даже разведывал воздух противника. Минус мораль, говорит ЦМ. ЦМ, запиши себе в блокнотик. Вот просто открой блокнотик. Ребят, смотрите. Бесплатный гайд, как научиться играть в Старкрафт 2. Первое. Разведка. Второе. Рата ресов. Третье. Если вы играете зергом. Крип. Четвертое. Инъекции. Пятое. Вешать оверов. Шестое. А, крип уже был. Что там еще? А. Делать апгрейды. Все. Вот вам гайд игры за любую расу. Ну, например, за зерга, если здесь крип. Можно убрать пункт. Третий, четвертый. Вот как играть в Старкрафт 2. Открываешь этот список и играешь прям по нему. Переходишь к пункту 1. Делаешь разведку. То есть берешь аверсира. Вот берешь его мышкой. У которого у него два. Отсылаешь в разведку. Он секунд 30 летит. Пункт номер 2. Трата ресурсов. Так, у меня 200 на 700. Надо потратить газ. Завернул реведжеров. Пункт номер 3. Продвинуть крип. Раз. Два. Три. Четыре. Пункт номер 4. Сделать инъекцию. Раз. Два. Три. Пункт номер 5. Вешать оверов. Ну, они уже висят. Пункт номер 6. Делать апгрейды. Все! Вы в алмазе, ребята! Вы все можете играть в алмазе! Все до единого из вас могут играть в алмазе! Мамой клянусь! Вы можете играть все в алмазе! Просто представьте, что это возможно! Никто, принскрин, надеюсь, не сделал этого секретного блокнота, как играть в StarCraft 2? Никому его не давайте! Не дай бог все начнут играть в StarCraft! А, и пункт номер 7. Не играть в воздух. Забыл добавить. Потому что этих пунктов достаточно, чтобы играть в алмазе. Половина людей, играющих в алмазе, не выполняют половины этих пунктов. Игревом человек, который каждую неделю смотрит игры зрителей и занимается учениками. Половина людей в алмазе не делает половину из этого списка. Вы можете. Просто верьте в себя. Просто StarCraft это такая игруха, в которой мало просто взять какую-то там одну, две, три очевидные вещи и делать их нон-стоп. Здесь вся игра формируется вокруг этого списка. Ну да, еще нужно научиться микрить в сражениях, выбирать правильную позицию. Но это уже для того, чтобы в мастер попасть. Это не нужно в алмазе вообще знать. Самый наглядный пример это мой ученик Артур Зерк. Ну, многие его прекрасно знают и видели или слышали, или видели видосы на ютубе. Он вышел в мастер-лигу, не зная половины технических специф... Ну, технической специфики в StarCraft вообще. Еще несколько лет назад это было. Тогда это было сложнее, чем сейчас. Раньше, чтобы быть в мастер, нужно было, по-моему, 4800 ммр, а сейчас 4300. 4300 может набрать любая баба, простите, при всем уважении к девушкам. Девушка, да, девушка. Что-то я вообще какой-то совсем наглый стал. Ну, в общем, любая баба... Любая девушка может попасть в мастер-лигу при наличии выполнения вот этого списка. Но, опять же, повторюсь, любой человек, пользующийся этим даже примитивным набором действий, может подняться на лигу 2-3 выше, чем он есть сейчас. Просто если ты убираешь один из этих параметров, например, вот видите, Зерк начал копить ресурсы. Ему уже будет выиграть сложнее, потому что он может сейчас начать драться, и у него армия будет гораздо слабее, чем его противника. Ну, при условии, что он тоже хорошо тратит ресурсы. Есть проблема Тоса в том, что он сидит с двух баз. По-моему, он посмотрел видео, которое называлось «Никогда так не играйте». Но косяк этого Тоса не в том, что он что-то делает неправильно. Он делает слишком много апгрейдов, сидя с двух локаций. С двух локаций нельзя делать так много апгрейдов. То есть он делает грейды с трех зданий. И из-за этого у него боевого лимита гораздо меньше. Нет какой-то особой разницы, у тебя 6 батонов с грейдами 1-1, или 8 батонов с грейдами 0-0-0. Но 8 лучше, чем 6. Просто из-за количества. Потому что одна эта единичка брони не даст такого сильного профита, и одна единичка грейда на атаку, как плюс целых 2 юнита. Ну, банальный пример. У вас есть 2 собаки, против вас 3. Или у вас 2 зилота, у противника 3 зилота. У него есть апгрейд на атаку, а у вас нет. Но чтобы сделать этот грейд на атаку, он сделал оружейную, в которой изучил грейд на атаку. И у него зилот уже с апгрейдом. А у тебя 3 зилота. И ты все равно сильней, потому что тебя 3, а его 2. Да-да. Простая математика. Простейшая. О-о-о! Кстати, вайперов я от него так еще ни разу и не видел. У него лимит карапторов хотя бы с грейдами на воздух. И на землю тоже. Он еще и вайперов пытается сделать. Я клянусь, я никогда в жизни в серебре не видел игроков, которые делают и используют вайперов. Вот ни разу вообще. Я даже у алмазных учеников практически никогда вайперов не вижу в руках. Они просто либо не доживают до них, либо просто игнорируют. Зерк все деньги тратят в карапторов. У него уже сейчас 3000 минералов и газа, вот из этих 6000 на 3. Это его карапторы. Немножко рачей, вайперы, квины, собаки, пара гидролистов. Он не позволяет протасу поставить третью базу. У Тоса очень клевые грейды на воздух. Но у него 100 лимита, а у ученика 200. Поэтому твои вот эти апгрейды, они не зарешают. Потому что, потому что, внимание, этот, как этот, срыв покровов. Потому что, как... Господи, вот это разведка от протаса. Потому что за одно и то же время, против человека, который развивается, а он развивается, ты соберешь совсем разное количество ресурсов. Поэтому и 200 лимита против 100. Время. Ключевой параметр. Такое за все время игры я еще не встречал. Это надо видеть. Словами не передать. Тарк Норти, привет. Ты про что, про текущую игру, или про что ты говоришь? Нет, СМ. Ты просто очень к себе... Нидус. И очень к себе строк. Я реально знаю и реально верю, что... можно подняться с низких лик на 2-3 выше без жуткого задротства. Опять же, не обязательно в день играть по 20 игр. Не обязательно. Но если человек в серебре на вашем экране, прямо сейчас, с АПМом всего лишь в 100, может двигать вот так вот крип, копить деньги, иметь 200 лимита и периодически еще и нападать, то, Господи Иисусе, у этого человека реально вот... Или какая-то супер предрасположенность к игре? Либо просто он очень сильно этого хочет. Ну да, в Алмаз можно и на Чизак выйти, это понятно. Можно и в ГМЛ на Чизак выйти. Прокси-бараки и фотонки работают даже на корейском сервере. Есть один человек, русский, который стал топ-1 ГМЛ фотонками. Это возможно. Если один человек это сделал, значит это возможно. Можно быть топ-1 мира по ММРу и рейтингу фотонками. Можно. Доказано. Уже 5 лет назад. Ну я от этого парня в восторге. Вообще. Да-да, Кобра, конечно. Кто же еще? ЦМ, ну пытайся. Пытайся. Опять же, ты обещал мне показать какие-то свои повторы, мы хотели с тобой их разобрать. Где повторы? Где вот эти сообщения? Зерк, помоги, я не могу никак апнуть лигу, я все время сливаю. В чем моя проблема, зерк, ну помоги. Где? У меня в скайпе 24 на 7 часовая поддержка учеников. Отвечай на любые вопросы каждый день. Где вопросы? Где репои? Где повторы? Конечно, можно сидеть жаловаться, что блин, я ну бас, я не умею играть, я такой лох, фу-фу-фу. Удалю Старкрафт, эта игра не для меня, она слишком сложная. А можно взять и написать в скайп. Зерк, привет, есть 5 минут? Посмотри репой, помоги мне. А? Ох уж эти ученики, совсем уже. Кстати, тем временем Протас собрал уже лимит воздуха. Зерк за это время, конечно, накопил сумасшедшую армию, сумасшедшее количество денег. Я боюсь, что может так случиться, что ему будет тяжеловато. И все его знания, весь его опыт, весь его офигенный мультитаск, вот этот божественный... Господи, только Иисус двигает крип лучше. Ну, Иисус и Стефана. Весь этот божественный крип, все это макро, эти инъекции, эти квины с полной маной, вайперы 5 штук, караптеры с апгрейдами на воздух, могут ососнуть тунца. Знаете почему? Потому что протос играет в воздух. Да-да, именно поэтому. Именно по этой причине. Ну, и тем временем, собаки постоянно забегают со стороны миры, убивая как раз что этот Нексус, что другое, что постоянно убивают рабов. Очень сильно протос, как правило, это отвлекает. Но то, что он так медленно реагирует, это, конечно, печально. Ну, потому что батоны были буквально в двух секундах полета, а собаки успели сгрызть целый Нексус, ну и при этом рабов. То есть, надо как можно быстрее по возможности реагировать, если тебе бьют базы. Но если плохая реакция, то просто добавляйте фотонки. Это же не сложно. В конце концов, у ребят уже после платины, как правило, сформирована определенная боязнь зергов, и они уже застраивают свои нычки там фотонками, стенками, гейтами, батарейками и так далее. Более то, с которой играет воздух, у него всегда есть свободные минералы на то, чтобы делать как раз фотонки. Ну, а Мира продолжает копить банк ресурсов, и у него уже очень большая пачка караптеров. Мягко говоря, большая. У него больше полкарты в крипе, он контролирует абсолютно все, то есть ему даже не важно, куда протас полетит или пойдет, он всегда сможет на это отреагировать. И как только протас, кстати, залетает на крип, в эту же секунду можно еще и лингами забежать еще раз на какой-нибудь верхний нексус или нижний и убить еще рабов. И вот Мира сейчас только увидел, что противник оказался справа снизу и тут же побежал. Вот, заметьте, реально парень из серебра реально офигенно реагирует. Всем советую реагировать так же. О, Сатоджик, спасибо. Дарк Норте, спасибо. Всем остальным спасибо. И вообще всем тем, кто когда-либо в жизни своей поддерживал вашего Зерк ТВ. И вот смотрите, он забежал одной группой собак и сразу же другой уже на второй нексус. Стос только и делает, что теряет рабов. Он не успевает реагировать и он двумстами лимитами батонов летает от нексуса к нексусу. Между которыми расстояние там 5-10 секунд полета. Страшно представить, сколько рабов он за игру потерял. Но у него сейчас 22 пробки, а должно быть уже давным-давно 70. У Зерга уже столько денег, что он может заказать практически столько же караптеров, сколько у него есть на данный момент. То есть 40 караптеров у него есть сейчас, плюс еще 40 он сможет заказать сразу же после битвы. То есть 80 караптеров. И уж 80 караптерами он точно сможет убить всех батонов. Ну если, конечно, он будет правильно микрить. Потому что бывает такое, что даже бесконечное количество денег тебе может не помочь выиграть человека, если ты не знаешь, как правильно этими войсками управляться. Вот как раз в определенной лиге включается такое понятие, как микроконтроль. Хотя бы элементарный. Вообще сам микроконтроль это не какой-то убер-супер-пупер-контроль, который вам нужен для того, чтобы победить врага. Вам не нужно отдавать приказ каждому юниту, каждому типу юнитов для того, чтобы убить противника. Вам достаточно просто просто и спокойно и надежно отдать приказ хотя бы типу вашего юнита. Например, караптеры должны бить батонов, там рачи должны пойти окликом по земле, там штормы кидаются отдельно темпуарами. Этого достаточно. Ну или, например, вайперы. Кстати, насчет вайперов. Вайперами можно не только кидать облака на воздух, но еще и вытягивать батонов из основного лимита ТОСа в один клик практически и фокусить за один удар. Это довольно просто. И вот сейчас, если честно, я готов поспорить на три према, что Протас скорее всего выиграет это сражение, но только по той причине, что мы видим, что у ТОСа сумасшедший апгрейд. Это, во-первых, плюс у него 24 батона, то есть у него боевой лимит как таковой гораздо больше зерга. У зерга на 40 рабов. Больше, чем у оппонента, плюс квины, то есть это уже 50 лимит и так далее. Суммарный боевой лимит ТОСа больше. Если зерк нажмет просто оклик, он проиграет. Даже если у него будет, не знаю там, даже если у него будет 200 караптеров. И вайперы сейчас должны либо кидать облака на воздух, либо вытягивать. Вот они вытягивают первого батона, но при этом караптеры не подлетели ближе, чтобы убить этого батона. То есть нужно было выделить специальную группу, которая бы с этим батоном разобралась бы. Ну а так получается от вайпера толку не было никакого. И вот вайперы кидают облака на землю, а не бомбы по воздуху. Это катастрофа. Он не ту кнопку нажал, и все караптеры полетели на автоатаке просто сражаться с воздухом Тоса. Это фаталити. Ни один караптер не бил во время этого сражения батона. Это фейл. Единственный дамаг, который был нанесен всем этим батоном за все это сражение, это инфесторы, которые кинули два микоза. Они отняли 60 хп у всех этих батонов, у которых хп слишком много. Это пипец. Зерк слил все, что у него было. Он потерял суммарно 24 тысячи ресов, в то время как Тос не потерял вообще ничего. И зерку приходится восстанавливать лимит караптеров. И вот как раз эти караптеры появились. Это плюс 4 тысячи газа. И надо как можно быстрее на это реагировать. Собаки тем временем могли бы уже загрызть весь мейн протасу, но Тос решил в очередной раз поделить свой лимит. И все-таки первый раз за всю игру он решил поделить лимит и полететь хоть как-то в контратаку. Ну, чтобы и дома можно было отбиться, и чтобы зерку можно было навалять. Но зерке временем заказал еще 40 караптеров. Надеюсь, теперь он понял, что их надо фокусить через шифт. Сейчас проверим. Все ли у Мира с микроконтролем нормально. Вот он сейчас фокусит как раз первого, второго, третьего, и что-то потом перестал фокусить. Перехватчики восстанавливаются. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну давай же. Четвертый, пятый, шестой, ну в общем кое-как получается у него фокусить. Хотя, господи, что сложного. Прокликать каждого батона правой кнопкой мышки через шифт. Там уже, правда, новая пачка на подходе. Но зерку приходится заказывать еще караптеров. Это еще 24 штуки. 2500 газа. Он уже потерял в два раза больше процесса суммарно по всем деньгам. Блин, круто, на стриме 1100 зрителей Мечтал я раньше о таком, чтобы обычной игрой зрителей смотрело столько народу Просто мечтал Да, у зерка тоже максимальные апгрейды уже Но батоны до сих пор выжили И теперь, чтобы победить в этом основательном сражении Нужно по возможности дождаться, пока лимиты хотя бы как-то выровнятся Но у зерка кончились базы, у него 3-4 локации полностью иссякли Плюс ему сейчас Этого не хватит, чтобы убить этих батонов Поэтому придется думать, что делать дальше 27 карапторов 40к ресурсов слились просто в никуда Он понял, что нужно фокусить После третьего замеса И у него, кстати, кончились все базы Первая, вторая, третья, четвертая Четыре базы он полностью выкачал Я знал, что это произойдет Потому что в определенных ситуациях И в частности в макро ситуациях Когда уже 200-200 лимита Когда у обоих игроков мощный лимит Просто клик не работает Так Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Давай, 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 давай Восьмой Ну, 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 до конца гейминг Блин, че ты оклик-то нажал Ну, еще три Еще три братюни Ого, там еще три братюни летит 70 хп у Нексуса Так, 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 ну, 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 давай Твою мать 45 тысяч весов Красавчик Крусавчик Круасанчик просто Вот это я понимаю микроконтроль, а? 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 Там собаки тем временем сгрызают, кстати, все Ой-ой, караптеры на муве У зерга есть дроны Которые могли бы, кстати, добывать сейчас Потому что у Тоса вообще Ноль рабов Ноль рабов, ноль газа, ноль минералов И собаки побежали сгрызать Че сделает? Тос? Фол И они сгрызают Дергу нужно просто заказываться Но у него добыча 500 минералов в минуту Он может заказать 5 караптеров в минуту А, еще у него газ кончился Видите, да? Но у него есть шанс сгрызть собаками все здания Тоса До тех пор, пока он будет убивать зерга в ответ И, кстати, это реально может случиться Господи Эта катка отдельно пойдет на мой ютуб Просто отдельно Ох, нет, черт, рекол, рекол Рекол Надо валить Но собаки Более-менее справились Он начал добывать Сколько у него квин? Шесть квин? Восемь караптеров Опасно Опасно достаточно То есть, зерк не знает, сколько именно там батонов Но он догрыз нексус На котором могла продолжиться хоть какая-то добыча Тос включает свои строгиты Чтобы хоть что-то в них заказать И у него есть деньги Еще на батон Можно, конечно, пару фениксов добавить Но лучше грелки При грелки, да, я бы добавил Жара Часто ли я стримю дифраг? Редко Непопулярен он среди моей аудитории, к сожалению Хотя контент безумно интересный, на самом деле В Нидусе? Он забыл в Нидусе собак Реально Так, он заставляет просто реколиться еще раз Но не может просто этого сделать Потому что рекол огромный КД И ему придется лететь домой И пока он сейчас будет лететь Здесь Розен прислал 30 рублей Так, мне ждать приглашения Или я зря ком включил? С Розен Очередь живая Еще раз повторюсь Как повезет Вот, он начал фоксить пионы Красавчик Красавчик Тос нашел деньги на Нексус, кстати У него есть одна пробка Две пробки Все, минус все пиончики Давай, 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 давай До конца! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Теперь Тосу придется вот этими двумя пробками Добывать до тех пор Пока он не накопит деньги На пионы Чтобы потом Он мог начать делать новых рабов У Дзерго все это время Работает одна база Одна Единственная база Вот всегда во время игрок и зрителей происходит хотя бы один эпический матч Я помню, у нас была игра, когда зрители играли час У них был размен базами Они полностью поменялись локациями, сменили кучу нычек То есть сначала они сидели и играли вот так А потом начали играть вот так вот и вот так вот Это длилось час Но это была эпическая игра, я не помню, правда Кто играл, но помню, что было очень круто Ну как на правом уровне Спасибо, Гарик Ого Ого Пытается восстанавливаться потихоньку Время-то идет У зерга-то есть Что-то Я завтра не знаю, когда во сколько приеду и мы начнем стрим следующий устраивать в воскресенье Но как вернусь домой, так и постримлю У меня завтра поездка в бильярд За полгода, наверное, за год я, наверное, раза два всего играл Или один раз Ну, карапторы, давайте Делайте свое грязное дело Зерга, естественно, побаивается Он хочет понять, сколько нынчик у противника Есть ли у него вообще какая-то добыча Понимаешь, что есть Ну какая? 55 минералов в минуту И ой, как не скоро они собирают деньги Соберут деньги на пилоны Хорошего стрима Спасибо Так, еще одна попытка Ну, минус батон Минус батон Минус батон Минус еще батон Минус последний батон ГГ Блестяще Ну, время ее обоссать, Нексус Красава ВП Фух Стоило только начать фокусить Ну, ливнул зерк Ему надоело ждать Выиграл протас Ну, официально выиграл, конечно, Мира Это понятно Блин, это была замечательная катка, друзья Я думаю, что Не скоро еще что-то это переплюнет По эпичности Но это было зачетно Мы продолжаем игры зрителей против учеников Сейчас я только разберу сообщения в скайпе Их очень много накопилось И мы продолжим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...